Не упомянули, пока бой не стартовал, Дмитрий Варанов, он не только кикбоксингом занимается, он вообще работает на нефтеперегонном или нефтеналивном заводе, в общем-то работает под открытым небом, по его собственным словам, в жару холод и любые другие погодные условия, поэтому окреп он физически явно там. Хороший лоу кик в исполнении Дмитрия, Широбудин туда отмечает своим, и удар сверху вниз, и тут же попытка закинуть край кик, и лоу от Широбудина. Плотное начало такое. Да, Широбудин пока побыстрее выглядит. Интересно, причем Магомедов работает сейчас в основном в ноги соперника. Да, но начинали отбивать ноги, если это естественно, тем более что, опять же, да, учитывая базу, его прекрасно владеет ударом в бедро, сейчас хорошо финтит. Еще один экспорт, так называемый. Ну, вот таким ударом все равно тяжело. Тяжело нанести серьезный ущерб, для этого должно быть Энди Хуком или Рамоном Дайкерсом. Капа, выпало сейчас у Широбудина. Да, вот ключ к победе для Дмитрия Баранова, я думаю, это сокращение дистанции и попытка работы на средней и ближней дистанции. У него довольно плотные удары руками. Если у него получится. Левый у него боковой очка. Сейчас поджал он Широбудинова в углу, но пока не форсирует событие. Пытается его раздергать, Магомедов бэквист не зашел, когда-то по перчаткам пробил Дмитрий. Потом уже Широбудин. И нарывается Баранов на удар снизу. Да, и вот мы видим также, что Широбудин все время ждет соперника на переднюю руку, удар по печени. Вот еще раз, да, мы видим. Удар в тоже чисто в тайской манере, с одной ноги, два, три раза ударить в одно и то же место. Перевел на хай-кик. Теперь уже пытался он Баранова поджать в углу. Отступает пока Дмитрий. Ему печатают за угла, подвигаясь в лево-право. Возможно, вы слышите, потому что рядом с нами буквально тренеры сидят. Вот так, руки на месте сразу. Отлак, отлак в финал, максимально. Кстати, обратите внимание на такое серьезное покраснение, уже даже посинение на левом кадре у Дмитрия Баранова. Это как раз результат буквально нескольких лоу-киков от Широбудин. И ведь еще только первый раунд, и он еще не закончился. Сдоново здесь, после X-кики, выкинул свою серию. Что интересно, раньше Широбудин, он не закидывал этот X-кик. Он его практически не использовал. Очень интересно понять, почему сейчас. Потому что, ну, все знают о том, что это больше удар такой на публику для красоты, чем для того, чтобы сопернику ущерб нанести. И, возможно, когда ты работаешь в тех турнирах, где начисляются очки, там ты можешь использовать X-кик, потому что, ну, это, опять-таки, техника показательная. А здесь, здесь нужно наносить ущерб. Очень дальняя дистанция для Дмитрия Баранова. Его просто расстреливает своими ударами. Широбудин в самом время уходит еще дальше, заставляя соперника любить по корпусу или, наоборот, вязать в клинче. Дмитрий Баранов провалился в предыдущем эпизоде, сейчас тоже со своими боковыми ударами. Ну что, неплохой очень раунд, но Дмитрию нужно очень резко что-то менять, если он хочет выиграть. Да, и я также обратил внимание на то, что Дмитрий зашел в свой угол уже немного прихрамывая, потому что, действительно, очень мощные удары ногами у Широбудина и в бедро в том числе. И, действительно, Дмитрию Баранову нельзя заряжаться на один удар, потому что он пониже ростом, да, нужны повторные атаки, нужны серии. Да, и вы слышите, наверное, что сейчас Андрей Сергеевич Гридин говорит, что нужно бросать удары, но, да, маловато. Ну, практически весь раунд Андрей Гридин кричал о том, чтобы его подопечный расслабился, потому что очень сильно зажатым Дмитрий Баранов вышел на этот раунд и на этот поединок. Ну, возможно, сейчас самое время для того, чтобы выдохнуть и заряжаться, действительно, как первым правильно отметил, и уже делать свое, как говорят бойцы. Ну, давайте посмотрим. Вот хороший сдвоенный джеб в исполнении Дмитрия Баранова. Ой, на встречу-то как! Получил с колена прямо в челюсть Дмитрий Баранов. Продолжает прессинговать сейчас Широбудин, летит в нас еще один таблерот. У нас-то реакция Тигра, пластика Пантеры, поэтому... Четко поймал момент сейчас Широбудин, увидел, что соперник на него полетел и тут же выпрыгнулся. Ну, как устоял-то Баранов после такого пропущенного удара. Хорошая держалка у Дмитрия. Сейчас поджимает Дмитрий хороший джеб. Здесь неплохо со смещением действовал Широбудин. И вот опять на дистанции пытается держать соперника Широбудин. Решил немножко подвигаться. Но он выцеливает. Сейчас Широбудин явно выжидает момента, когда Баранов пойдет на него для того, чтобы его жестко встретить. Лоу-кик. Попытался под опорную сейчас. Оу, попал сейчас. Попал Дмитрий. Еще раз туда правый сбоку заходит у Дмитрия Баранова. Кстати, примерно вот в такой же ситуации находился Сергей Пановарев. Он стоял в углу и пропустил правый боковой. Здорово ушел от бокового удара Дмитрий Баранов. Вот он стал чуть поплотнее работать. Стал побольше прессинговать. И уже у Широбудина возникли моменты для размышления, скажем так. Баранов сейчас выцеливал под удар справа, размахивался. Очень видна была эта атака. Естественно, Магомедов зарегировал. Здорово. На оттяжечке сейчас просто чуть оттянулся и правой прямой зацепил оппонента Широбудин. Еще раз. Таблерон к нам прилетел. Ну не нужен нам таблерон. Здорово по туловищу атакует Дмитрий. Посмотрим, чем ответит Широбудин. И вот опять колено. И левый сбоку зашел у представителя Белоруссии. Мне кажется, Баранову нужно было просто пропустить для того, чтобы расслабиться и уже действительно переходить к собственным активным действиям. Он так пропустил, что можно было и не встать по всему. Можно было расслабиться совсем, да. Хорошо выходит из угла Широбудин. Там действительно страсти начали накаляться. А Дмитрий Баранов много. Обрабатывает туловище. Здесь тоже перехватил прям мысль. Валится вперед сейчас за своим ударом Дмитрий. Ну вот как-то Широбудин взял паузу небольшую. Да, такое ощущение, что он думает, что делать под этим самым давлением. Но он пытается пробить сейчас наверняка, потому что понимает, что Баранов идет на него. Но за вот этим желанием пробить наверняка отсутствует активность необходимая. Выжидает, может быть, пока Баранов устанет. Но времени, правда, остается совсем немного. Очень много ударов по туловищу пропускает Широбудин. Вроде бы с одной стороны, да, это удары с передней руки даже, но они в любом случае накапливаются, имеют кумулятивный эффект. Все время в том же период, да, хорошо. Дмитрия Баранова. Спокоен Широбудин. Внешних признаков какой-то потерянности, да, у него нет. Но в любом случае раунд очень хороший для Баранова. Да, на ринге действительно становится все жарче и жарче. Но совсем скоро мы узнаем, кто же сегодня самый сильный Дмитрий Баранов и Широбудин Магометов. И за голову болеть, и вы! Нормально, все идет хорошо. Больше, смотри, когда акцент кто сделает, за себя крутит. И вперед его туда бросает, понимаете? И теперь мы ударим, попробуем. Вот здесь сейчас мы увидим момент, вот тот самый эпизод, когда впрыгнул с колена в голову, в челюсть, прямо снизу вверх попал Широбудин, и при этом устоял Баранов. Я вообще невероятно просто как. Как это возможно? Ну и вот с другой стороны, в общем, получается то, о чем мы с тобой говорили. Вот то самое противостояние стиле, что как только Баранов сократил дистанцию, поджал соперника легеного пространства. Да, и тут же пошли удары по корпусу, стал переводить, хорошо на голову попадать. Я не знаю, с чем была связана пауза вот эта взятая Широбудином, вынужденная ли она была или намеренная. Сейчас узнаем. Дима, Дима, давай подвигайся. Я так понимаю, что Дмитрий ориентирует больше на четвертый раунд, потому что ему сказали сейчас, что Дима, подвигайся раунд, то есть просто продышись для того, чтобы уже в четвертом решать свои задачи. Угрожает суперман-панчем Широбудин. Начинает двигаться по сторонам Дмитрий Баранов так же, как говорит ему Андрей Гридин. Ну, я вижу, что Широбудин тоже не собирается форсировать в данном случае, потому что он тоже прекрасно понимает, что ждет впереди. Просто обстреливает ноги, это тоже обязательно сыграет свою роль в дополнительном раунде. Он в любом случае активен, а вот Дмитрий Баранов продолжает отрабатывать по корпусу. Бэкфест, ну вот как-то не доделал. И ответ зеркаля Широбудина, да, молодец. Он спел пригнуться, что называется, Дмитрий. Потому что это даже не нырой был, он действительно просто пригнулся. Боковые хорошие сейчас заходят у Баранова. Но так ему ранить тяжело будет. Продолжает занимать такую большую выжидательную позицию. Широбудин немножко тряхнул на соперника. Оттягивается назад, очень далеко отбегает сейчас Баранов. Продышался. Супермен патч очень неплохой, очень плотный. И, по счастью, Дмитрия, там у него рука оказалась на месте. Неплохая троечка в исполнении Баранова. И вновь готовит удар по печени Широбудина и выбрасывает его. Мне в исполнении Дмитрия вот на этой ближней дистанции очень не хватает апперкотов. Потому что он так хорошо работает в корпусе. Просто напрашивается удар снизу в голову, но не летит. Но летит зато вот такой правый боковой. Поджал соперника Канатана сейчас, Дмитрий. Бэкфист прям очень показывал Широбудин. Сейчас, конечно, тяжело было таким попасть. Плотный правый сбоку. Еще тоже бэкфистами прям зачастили в этом раунде оба. Требует от Широбудина активности, но я думаю, что он как раз выжидает окончания третьего раунда. Самое главное здесь нокдаун не получить по дурости. И уже затем все свои силы направлять на четвертый раунд, потому что от него будет многое зависеть. Снова по Тулу еще неплохо. Выжимает Широбудин. Ох, отлетает на канаты. Дмитрий Баранов, правда, вот когда его отпружинило обратно, Широбудин этим не воспользовался. Успел. Баранов сместится в сторону. Еще раз убирает голову от удара. Такой тоже таквандистский каратистский удар получается у Широбудина. Надо спросить, почему он их так использовал. Ну, зададим вопрос попозже. 10 секунд до конца третьего раунда. Требует активности, кстати, от Широбудина постоянно. Конечно же. Айкик мимо. Все, друзья, увидим четвертый раунд. Вот, кстати, хотелось бы отметить еще раз, дорогие друзья, касаемо правил. Потому что если мы говорим о классическом К1, то когда назначается дополнительный раунд, предыдущие три не имеют значения. Если мы говорим про правила по правилам Танаху Бактарнеф, то уж простите за тавтологию. Здесь мы говорим о том, что в большей степени оценивается именно четвертый раунд. Но все предыдущие три тоже как бы имеют значение. Не главное, не основное. Но нельзя, в общем, я просто, так, еще расширю твою мысль. Нельзя просто отходить три раунда, в четвертом проявить активность и за счет четвертого выиграть. Ты должен обязательно проявлять себя на протяжении всего промежутка времени. И вообще бои и правила, по которым бои мы сейчас наблюдаем, они были разработаны именно для зрелищности. Для максимальной зрелищности и агрессии обоих спортсменов. Итак, четвертый дополнительный раунд, по итогам которого мы узнаем первого финалиста в категории до 80 килограммов. Отлично два джеба. Да, да, да. Вот как бы там опять коленочка-то не вылетела, как в предыдущем раунде. Угол тоже. Вот, пожалуйста. Хорошо через финн. Шарапудин попытался закинуть передний в голову. Локтем в корпус сработал сейчас на Шарапудин. Вообще это, ну, эти, муай-тай баран просто. То есть это старый и старый стиль муай-тай. Неплохо. Навстречу пробивает Шарапудин. Он очень опасный. Каждый удар цели в голову, коленом или просто киком. Очень быстрый удар с передней ноги у Шарапудина. Правда, почему-то он периодически забывает про него. И колено за сношки. Гану за сношки влетела. Неплохо, неплохо. И по туловищу попал сейчас опять с передней. И еще раз туда. Ниже пояса был удар. Не было, не было. Но скользнул, скользнул. Ну, хорошо, ладно. Смещается стороны в сторону. Подлавливает его на противоходе сейчас Шарапудин. Разбил нос, кстати. Он сопернику хорошо по туловищу. Это то самое колено, которое влетело. Вот поджал канатом. В туловище. И мы помним, что сейчас будет правая закидуха в голову. Это прекрасно понимала Шарапудин. Поэтому он отгоняет соперника сам. Неплохая серия ударов руками. Лоу-кик. И тут же на дальнюю дистанцию. Здесь нет, не пошел удар. Но многовато вращений все равно, мне кажется. Злоупотребляет ими Шарапудин. Колено. Левой на скачке. Да, и чувствуется, что все-таки мышечная память, она срабатывает. Шарапудин периодически пытается прихватить соперника. Натянуть его на свое колено. Пробил сейчас подходящему Дмитрию Баранову. Баранов бросается обратно в атаку. Хорошо, кстати, в бетро попал сейчас. И опять двоечка в исполнении Шарапа. Минута, минута. Очень напряженная попадает. И справа Дмитрий. Хорошо пробил. И правый прямой, левый боковой заходит. Также у Баранова отстреливается Магомедов. Ну вот сейчас чисто кто на характере заберет, как мне кажется. Вот концовка там. Оставшиеся секунды. Очень хороший, очень плотный бой. Бэкфи снова в исполнении Шарапудина. 30 секунд. Да, парни сейчас демонстрируют реально характер. Волю к победе. Неплохо опять с передней ноги. Обмен ударами. Бой очень зрелищным получается. Да, да, здорово. С разножки пытается Магомедов. Немножко не хватает скорости, чтобы вернуться Дмитрию Баранову обратно в атаку. Оставшиеся секунды. Пять штук остается. Пять секунд вернее. Я уже сам сбиваюсь. Удар со зворота и все. Отличный бой. Отличный бой. Аплодирую. Почему-то не аплодирует Андрей Александрович Светов. Но у него, видимо, дела поважнее. Хотя поединок вышел на загляденье. На загляденье. Отличная концовка. Очень плотный бой. Обои, можно сказать, за него большое спасибо. И вот я реально не знаю, кто выиграл. Вот здесь очень сложно предположить. И кто бы здесь не победил, я думаю, что все равно будут какие-то, скажем, недовольства. Кривотолки, да. Да, да, да. Но очень хороший бой. Очень близкий. Итак, совсем скоро мы объявим победителя. Да, и похоже, что здесь необходимо чуть подольше посовещаться с судьям, потому что, ну, реально, бой очень близкий. Мы сделали очень жарко в этом зале. И буквально через несколько мгновений мы узнаем, кто же стал сильнейшим после этого боя. Ну, а пока оба бойца действительно заслужили нашу карматию. Ну, и, кстати, не зря вот эти несколько мгновений, потому что мы знаем, что на Туна обычно решение выносится достаточно быстро. Очень быстро, да, да. А вот сейчас это достаточно большая пауза, связанная с тем, что сложно, сложно определить, кто лучше. Я бы вот сейчас судьей выигрывает Дмитрий Баранов. Да, Дмитрий Баранов все-таки побеждает в этом напряженном противостоянии. Вот, когда такие поединки и такие результаты, это в высшей степени обидно, потому что понятно, когда один явно сильнее другого, да, здесь без...